Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в привычном и достаточно понятном для вас режиме. Сегодня пятница, соответственно, будний вечер. С 8 до 10 в этой студии появляются живые люди. Живые музыканты, с которыми мы живо беседуем. Ну и песни они свои поют замечательные. Здесь случайных людей не бывает, группы исключительно интересные. Знакомство с этим коллективом уже случилось у вас, потому что они звучат в ротации своего радио. Но традиция есть традиция. Сначала песня, после чего, ну в некотором смысле музыкальная заявка получает, чтобы вы понимали, что играют эти ребята замечательные. А после этой песни мы, само собой, будем знакомиться ближе, поименно, а потом начнем уже и собеседование наше. Итак, готовы? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Боюсь поверить в то, что снова лето. Боюсь признать, что этот страх пройдет. Но травы и цветы любовью солнечной согреты во мне растопят лед. И будет воздух солнцем опаленный, и будет плечи нестерпимо сжечь. И буду я нелепый, глупый и влюбленный. Твою любовь беречь. Прости меня, что не в попад, прошу прощения. Прости меня, когда мне нечего сказать. Но если ты меня обнимешь, что такое ощущение, Что нечего прощать. И будет воздух солнцем опаленный, И будет плечи нестерпимо сжечь. И буду я нелепый, глупый и влюбленный. Твою любовь беречь. Какое, однако, милое начало. Тихое, спокойное. Ну, я убеждаю вас, что, и уверяю вас, Что у них достаточно песен и, так сказать, Другого немножко темперамента. Группа «Акваланг» сегодня в студии, На своем радио, в программе «Живые». Давайте будем знакомиться с Николаем Андреем. Николаев Андрей, это у нас гитара, акустическая, голос. Я так понимаю, фронтмен в полном понимании этого слова, Этого термина. И автор текстов. Да, совершенно верно. Ну, по-разному бывает. Иногда ребята тоже пишут песни, музыку. Большей части мы совместно делаем. Но в основном, да, так. Окей, ну, мы об этом, конечно, поговорим подробнее. Далее. Дама. Даму нужно представлять следующей, Просто потому, что она дама. Ксения Шклярова. Клавиша, голос, бэк-вокал. Привет. Всем привет. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, можно пока встать на место. Мы здороваемся. Каждого музыканта я попрошу подходить к микрофону, чтобы поздороваться. Электрогитара Булат Равилов. Здравствуйте. Добрый вечер. Бас-гитара Виктор Сикневич, герой сегодняшнего вечера. Объясню потом, почему. Привет. Ну, и человек, у которого свой собственный эфирный микрофон, барабанщик коллектива, Евгений Казаков. Всем добрый вечер. Вот это и есть коллектив под названием Аквалар. Тихие, интеллигентные, ну, иногда тихие. Как я понимаю, спокойные и, главное, очень творческие люди. Мы их подметили достаточно давно, и очень хорошо, что сейчас сложилось так, что они смогли прийти к нам в программу «Живые». Как называлась первая песня? Первая песня называлась «Нестерпимо жечь». С этим курьез небольшой связан. Почему? Какой? Расскажем. Ну, вообще, не очень придумывалось длинное название. Мы как-то выступали на фестивале, и нужно было внести ее в общий список. И мы играли первый раз. И вот просто есть строчка в песне «Будет плечи нестерпимо жечь». И мы просто написали «Нестерпимо жечь». И наш басист, когда играл, он видел большой плейлист, и самая последняя эта песня была. У него было написано «Нестерпимо жечь». И он даже не понял, что это песня. Ему казалось-то как бы указание для музыкантов. То есть надо играть, и надо жечь нестерпимо. Ну, и, в общем, в принципе, с тех пор жжет. Да, он жжет, да. Да, сегодня снес бордюр на своем автомобиле, разбил фару. Иди, подойди тогда. Этот басист, ты о нем говоришь? Или был другой басист? Почти. В двух словах. Самое интересное, я ждал увидеть человека, который придет в студию, расстроенного. Ну, потому что все-таки машину жалко. Да, фару разбил, там, поцарапал каким-то. Нет, зашел совершенно счастливый и улыбающийся человек. Концерт же. У меня это праздник. Как так получилось, скажи, пожалуйста. Ну, спешил на концерт. Ну, так расслабленно спешил. Нужно, когда спешишь, не нужно расслабляться, я понял. До конца. Да, есть детский анекдот про собачек, но это отдельная тема. Вне эфира потом расскажу насчет расслабляться. В общем, собственно, мы начали. Я сейчас сообщу, как с нами связываться. Это важно. Может быть, у вас какие-то мысли появятся, вопросы, желания, пожелания. Это тоже важно. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробельчик делаете. А дальше уже все, что хотели бы сказать. Какие-то вопросы, может быть, какие-то эмоции. Группа, то бишь официальное сообщество своего радио ВКонтакте. Там все просто. Уже давно выложены анонсы и фотографии к этому анонсу. А в самом тексте анонса группа «Акваланг» выделена синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. Соответственно, становясь участниками этого сообщества, вы как будто бы частью их музыкальной жизни становитесь. Это тоже важная штука. Получаете всю информацию об их концертах, о тех самых мероприятиях, которые они проводят периодически. В первую очередь, как у нас говорят, предупрежден, значит, вооружен. Это очень важно. Чат работает на сайте своего радио, своерадио.фм. Там написано прям чат. По-моему, заблудиться невозможно. Можно видеть и нужно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого посмотрите на сайте, опять же, своерадио.фм. Чуть выше есть плеер рядом с логотипом. Онлайн-аудио в нем слева. Это чтобы слушать просто. А онлайн-видео с синим кружочком справа. Вот кликаете на этот кружочек, и вот вам картинка, которую нам предоставляет Планета.ру. Замечательный сайт краудфайдинговой платформы. Там же, кстати, тоже есть чат, в котором также можно отписываться. Мы выискиваем ваши сообщения отовсюду. Если они достойны внимания, то мы их публикуем в эфире. Ну, давайте начнем вот с чего. Группа малоизвестна. Не хочу вас обидеть, но о вас мало где чего есть. Вот мне поэтому странно, что вы о себе как-то не особо пишете. И страшно интересно, сколько времени существует коллектив. И кто его образовал, организовал, где, когда это было. Давай. Ну, в общем, вы в этой студии, если посмотрите видеотрансляцию, увидите, можно сказать, трех отцов-основателей этой группы. Это вот Витя, басист, Булат, гитарист и я. Мы все вместе учились в институте. В каком? В Бауманском. Ой, Бауманцы. В общем-то, у нас не очень стандартный путь, наверное, для группы, потому что обычно люди собираются, придумывают песни, репетируют, потом дают концерты, спустя много лет записывают альбом. Вот, мы начали с альбома. Первое, что мы сделали, записали. Да, даже не репетируем, просто собирались, ну, непонятно, как можно это писать всерьез, может быть, было что-то не очень серьезное, но нам очень нравился процесс. Вот, мы тогда еще не были разбиты, как бы, кто за каким инструментом занимается, просто записывали разную смешную музыку. Вот, и прежде чем у нас появился первый концерт, получился, мы уже успели два альбома записать. О, как. Да, ну, в общем-то, сейчас, наверное, эти альбомы... Извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Для вас это было обловство? Ну, в какой-то степени, да, и потом затянуло. Вот, да-да-да. И сколько альбомов-то у вас уже с тех пор? Ну, в общем, сложно, как бы, да, считать, потому что непонятно, насколько их оценивать полноценными, неполноценными. На сайте выложено три последних. Три последних? Да. А сколько лет существует коллектив таким альбом? Ну, больше десяти лет уже где-то. Ну, вот, как бы, если начинать с вот этого момента, когда мы назвались «Акваланг» и начали продукцию музыкальную выпускать, то, да, больше десяти лет уже. 2002 года. 2002, 13 лет, получается, коллектива? Да. А чего же вы себя тогда не продвигаете? Пора бы уже начать как-то всерьез с собой заниматься, потому как музыка-то хорошая у вас. Давайте вот что сделаем. Я сейчас попрошу, не знаю, вы включали в программу эту песню или нет, должны были бы, на мой взгляд, включить простые слова. Да, включали. Я не знаю, когда вы собирались ее петь, но надо бы это сделать... Присканцу. А вот и зря, а вот и зря. Да. Вот ее бы сейчас бы прям спеть. Почему? Объясню. Потому что аудитория своего радио – это люди, обычные люди, которые могут где-то что-то не связывать для себя. Они могут не знать название коллектива. Ну, так бывает. Слушаешь радиофоном, слышишь песню, она нравится. А кто поет, не очень знаешь. Вот я бы хотел сейчас совместить одно с другим, потому что песню эту знаю точно и любят. Я знаю, что за нее голосуют и в хит-порядке, и она достаточно неплохо там идет. Надо бы связать одно с другим, чтобы сейчас у аудитории сложилась полная картинка. «Кто вы есть?» Для этого нужно спеть эту песню. Хорошо. Я думаю, отличная идея. Но мы уже играем чуть-чуть по-другому, чем на альбоме. Ну, текст тоже? Тот же? Да. Ну, и все. Я думаю, что узнают. Если бы немножко ее изменили, то это ничего страшного. Главное, чтобы песня была та самая, которая уже давно стала популярной для аудитории своего радио. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня «Акваланг». Погнали. Ты жмешься на солнце южное Еще совсем чуть-чуть и ты сгоришь Мы можем обсудить много ненужного Но я хочу услышать только лишь Самые простые слова Самые, самые простые слова Самые, самые простые слова Самые, самые простые Мне не нужно знать, что тебя ждут самолеты Что как капли медовые тянутся дни Мне не нужно знать, что за горами Есть кто-то, кто ждет тебя Ты мне на ушко шепни Самые, самые простые слова Самые, самые простые слова Самые простые слова Самые, самые простые слова Ты можешь думать, это миражи Но я-то слышу, это ангелы трубят Так задержи дыхание и скажи Всего три слова Я люблю тебя Самые простые слова Самые, 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 самые простые слова АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот и замечательно. Как только вы стали петь эту песню, народ стал писать, о, хитяра своя в радио, вау, хит. Ну, узнают ее. Вы можете ржать сколько угодно. Вы можете в это не верить, вы можете как-то не понимать даже, что происходит. Эта песня была написана, чтобы стать хитом. О, как? Вот об этом надо поговорить сейчас. Интересно, а как ты определяешь, хит это или не хит? Как ты понимаешь, будет эта песня хитом? В общем, в какой-то момент я понял, что пишу такие загадочные тексты, и я как бы понимаю, о чем они, но люди не всегда понимают. И одновременно с этим еще была такая идея у меня. Вот возьмем английские исполнители, и на английском языке почему-то можно писать очень простые тексты, и они воспринимаются нормально. Ну, и даже если перевести просто на русский язык, песни Beatles, например, то люди вообще подумают, ну, что за фигня на русском языке поет? У-у-у, я люблю тебя. У-у-у, ну, короче, несерьезно воспринимается. И хотелось в какой-то степени сделать простую песню с простыми словами про любовь. Вот у тебя получилось. То есть ты считаешь, что чем проще и примитивнее, тем больше шансов стать хитом? Ну, нет. Я бы так не сказал. Ну, ты сейчас говорил о том, что у Beatles масса таких песен, где все просто понятно, и они стали хитами. А тебе с твоими загадочными текстами, в общем, как-то с хитами не особо дружилось. А теперь вот написал песню простенькую, самые простые слова, но ты знал, что она будет хитом, а я поэтому и подошел к мысли. Ну, может быть, я и не знал, что она будет хитом, но как бы хотелось сделать что-то, что, например, людям вам нравилось, и не хотели бы сами, например, на гитаре сыграть. Но я люблю очень сильно Beatles, на самом деле. И мне нравятся их тексты. Просто мне жалко, что на русском языке нельзя так сказать просто. На вот этом твоем спиче все музыканты потихонечку выстроились в очередь, желая подойти к микрофону, как я понимаю. Ксюша что-то хотела сказать. Сейчас я понимаю, что она рвалась к микрофону не просто так, Ксюша. Да нет, я рвалась к микрофону, потому что меня Булат, в общем, подозвал, я бы сказала. А, Булат сам дернулся, я думал, он сам что-то хочет сказать. Да, наверное. Мне кажется, просто доступнее, доступнее нужно. А, то есть доступнее. Да, да. Это не означает проще. Хорошо, а много ли у вас доступных песен в таком случае? Задумались, парни. А по мне так нужно просто делать свое дело, и все. И плевать уже на то, понимают это или нет. А те, кто нужно, те, кому нужно, это поймут. Вот я думаю, что Ксюша как девушка и должна понимать. Безусловно. Ты же как музыкант, я думаю, профессиональный музыкант. Ну, я доучиваюсь уже в Институте современного искусства. Это мое второе высшее образование. Почему-то я решил, что ты одна единственная имеешь образование в коллективе, музыкальное. Ну, вот вы в точку попали, собственно. А вот у нас еще Женя есть, но он просто недавно с нами, поэтому я так еще старой формации живу. Женя, это барабанщик вы имеете? Да, да, да. Женечка, дорогой мой, а скажи, пожалуйста, а у тебя-то образование, если ты музыкантин, то какое? У меня среднее училище культуры закончено. По барабанам? Ну, эстрадно-джазовое, да. Ну, то есть, ну, в любом случае ты по профилю работаешь? Ну, в общем, да, можно так сказать. По профилю. А Ксюша? Эстрадно-джазовый вокал. Вокал. А клавиши, это так уж, дополнительная опция? Ой, с клавишами тоже была интересная история, на самом деле, как я начала на клавишах играть в акваланге. А, ты именно в акваланге начала играть на клавишах? Да, да, так сложилось. Я изначально в акваланге только пела, это был бэк-вокал. Ну, и шейкер, шейкер, это был мой любимый инструмент. Я мастер шейкера, мало кто об этом знает. А я профессиональный треугольник, Ник. Вот, вот, мы с вами коллеги, и мало кто понимает, что трудно, на самом деле, держать ритм. Конечно, особенно на треугольнике. Да, была у нас история, что Витя, вот наш басист, отправился на поиски себя, и мы остались в одно время без баса. И поскольку на концерты нас все равно звали, нам срочно пришлось как-то решать эту проблему, и поскольку у меня были старые вот клавиши, я говорю, давайте я буду басовые партии играть на клавишах. И мы так отыграли несколько концертов, потом у нас объявился другой басист, Саша, вот он сегодня не с нами. И сместил тебя. Да, но поскольку я на клавишах уже играть начала, ну, надо что-нибудь другое начать играть. Вот, потом мне подарили великолепный норд, и уже не было вариантов, просто пришлось учиться играть лучше. То есть ты хочешь сказать, что ты училась играть на клавишах прямо вот, что называется, в группе Аквалан? Да, фактически, да. Ну, басовые партии, ладно, бум-бум-бум-бум-бум, это несложно. Так, ну что, но-но-но, мы же сейчас говорим о клавишах для неумеющего играть на них человека, это проще, чем потом уже взяться и всерьез. Ну, музыкальная школа у меня была за спиной. Все же была. Да. Ну, а что ж ты тогда скрываешь? Я думал, ты совсем лох-лохом такая пришла. Нет, я закончила детский музыкальный театр, там просто было не очень много фортепиано, скажем так. Но было. Но было. Что это за театр? Детский музыкальный театр города Реутова, ему, кстати, вот 5 декабря 20 лет исполняется уже. Ага, ты из Реутова? Да. Понятно, а кто откуда еще, кстати? Такой уж вопрос. Ну, я из Ярославля. О, барбатенька из Ярославля, так, Влад. Я из города Пушкина, Подмосковье. Так, подмосквичи пошли. Дальше, дальше, кто у нас басист-то? Виктор, откуда ехал? Я сейчас ехал с работы города Жуковского, но живу я в электростале. А к тебе, барбатенька? Мотает меня по жизни, да. Мотает тебя, мотает тебя. Ну что, остался у нас с Али. А я московский. Озорной гуляка. То есть единственный москвич в коллективе, так получается. А все остальные подмосковники. А до Ярослава? Ну, вообще-то я теперь тоже подмосквич, потому что живу в Химках. Ну, Химкин такой, не такой далекой Подмосковье, на самом деле. Хорошо, ребятки, замечательно. Давайте так, теперь надо что-то еще спеть. Да. Так, чтобы закрепить уже успех. Вот, например, прежде чем вы это начнете делать, я прочитаю одну сообщенницу от Сергея Малявина. Пишет он, привет. Узнал про группу «Акваланг» из ротации своего радио совсем недавно. И сразу они мне понравились. Иногда хочется чего-то такого легкого, просто приятных, позитивных песен. Но при этом песен не глупых. Уже включил несколько их песен в свой плейлист. Вот мне сейчас интересно, какая будет следующая песня, если человек имеет в виду легкая. Посмотрим, будет ли это легкое произведение. Так, чтобы либо Сергей убедился в том, что легкая музыка, либо что это более сложное для его восприятия. Как будет называться? Следующая песня называется «В сон». В сон это типа клонит когда, да? В сон, ну, что-то типа того, да. Мы будем постепенно наращивать активность. Ну, это два слова? В сон, в сон, да. Да, это два слова с предлогом. Предлог и... Мало ли, а вдруг это французское слово и... В сон, в сон. Я же не знаю, что ты имеешь в виду. Нет, нет, нет. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Акваланг. Поехали. Это интервью. Лабириты домов, все перекрыты пути А в центре города ты Впусти меня, впусти Впусти меня в свой сон Ты ищешь что-то больше, но не можешь найти А я стучусь у дверей Впусти меня, впусти Впусти меня в свой сон 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 Тебя разбудит будильник на часах без пяти Осталось мало времени, пусти меня Впусти меня в свой сон 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 что музыка немножко сложнее, чем три слова и три аккорда. Их было два. Да, я знаю. Я поэтому и говорю, что сложнее. Потому что очень сложно играть на двух аккордах. Это могут делать исключительно мастера. Шучу, безусловно. У меня тогда вот какой вопрос возникает. Если вы втроем из одного вуза, из одной группы, на кого учились? Инженер-системотехник. То есть вы так математику с музыкой скрестили легко, судя по всему. Ну, с музыкой хорошо шло, с математикой хуже. Ну, а что значит системотехник? Чем занимается система техника? Для нас была загадка. Это все время обучение в институте. Пять лет загадка? Да, да. И мне кажется, мы выпустились, так и не поняли, что из нас должно получиться. Гораздо хуже, если бы для врача это была бы загадка. Да, 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 конечно. А системотехник, ладно, потерпим как-нибудь. Так, а кем вы стали в итоге? Я сейчас программист. Вот и все. Вот и грамотно очень. Сейчас это очень востребованная история. Нефтевики, газовики и программисты. Наша специальность называется «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Ага, это еще с советских времен, когда ИВМ занимали целую комнату. АСОЮ, ну да, видимо. Вот так. А вас до сих пор учат по этой программе, что ли, по этой системе? Нет, я могу подробнее сказать об этом, потому что сейчас я работаю на этой же кафедре, где мы учились, я преподаватель университета. И теперь-то я знаю хорошо, что это такое система обработки информации и управления. И там все неплохо. То есть ты должен был стать преподавателем, чтобы понять, чему же учат на этой кафедре в итоге. Очень хороший подход. Ну и кто? Ну он программист, а кто вообще выходит с этой кафедры? Ну я могу сказать, в основном, наверное, самое близкое – это веб. Причем не чисто программисты должны быть. Или специалисты в базах данных, или специалисты в сетях. Это люди, которые умеют все это организовать вместе, чтобы это все работало. Классно. Ну для меня это вообще темный лес, я вообще не понимаю, зачем организовывать базу данных. Она и есть база данных, сама себе, буквки, циферки. Что там ее организовывать-то? Я сейчас, конечно, абсолютно млохом кажусь, но я же говорю о том, чего не знаю, поэтому даже не стесняюсь. Этому надо учиться пять лет? Шесть. Боже мой, шесть? Так. Этому даже больше можно учиться. Ну ты сейчас преподаешь и учишься одновременно, я так понимаю. Нет, 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 я уже давно-давно выпустился. Ну ты преподаешь? Да, я преподаю в университете, я ушел после института, работал там по специальности, был сисадмином, еще кем-то. А потом подумал, что мне нравится передавать знания людям. И поскольку я разобрался уже, что в чем, собственно, задача была, выпускника кафедры, я вернулся назад передавать знания. А вот мне сейчас интересно, ну правда, правда любопытно, вот представь себе, что я студент, абсолютно идиот, потому что только-только пришел. А ты говоришь этому студенту, чему этот студент будет обучаться все шесть лет, которые он потратит в своей жизни, убьет на что? Вот объясни мне в двух словах. Это важный вопрос. Даже с этой целью я делал некоторые специальные занятия. Ну в общем, в целом можно представить себе так, что вот есть программист, и на программиста не стоит учиться шесть лет, ну нечему там учиться шесть лет, достаточно закончить училище. Ну мой взгляд. Или специалистом можно быть вот как сисадмин. Виктор нервно сглотнул сейчас. Не, ну можно быть крутым программистом очень. Можно уметь втыкать провода там в сетях, можно знать там базы данных. Ну и в принципе не нужно этому шесть лет учиться. Но человек, который понимает, как работает в целом вся система, начиная от технологий на физическом уровне, начиная там, как электроны там бегают, и заканчивая тем, как это организовать для людей, чтобы это было им доступно, удобно этим пользоваться, это большие системные разносторонние знания, которые в целом все нужно знать на каком-то достаточно высоком уровне, что можно бы организовать. Ну там у нас выпускники работают, ну типа там в Mail.ru или в Яндексе делают там какие-то, я знаю, Яндекс в деньгах работают. Ну это место хорошее. В Картах, в Касперском работают, ну в общем, делают продукты. То есть ваши выпускники наконец-то вышли на международный уровень, просто сейчас называешь структуры, пардон, которые работают на весь мир. Конечно, конечно, нет, у нас крутые студенты, я каждым годом все больше восхищаюсь. Я хотел спросить, а что это тогда, если у нас есть такой университет замечательный, если есть такие выпускники клевые, что у нас своих собственных сотовых телефонов нет до сих пор нормальных, мобильных, что у нас до сих пор нет собственных российских компьютеров, мозги-то есть в России, что у нас до сих пор со всей электроникой такая лажа? Я бы помог в этом, но это не профиль моей кафедры. Вот как он сейчас отмазался в легкую, просто в раз и откинул мне, сказал, все. То, что наша кафедра делает, оно на мировом уровне. Ну, если Mail.ru, если Касперский, Яндекс, да, действительно, это мировые бренды нынче. Тогда скажи мне, пожалуйста, ну сейчас, наверное, тебя спрошу, а потом она сама ответит. Как Ксения-то затесталась к вам? Каким боком она к вам затесталась? Нам очень повезло. Это, ну, везение. Вообще, можно про многое вещи говорить, но вот мы 10 лет играем, и мне кажется, что нам очень сильно повезло. Удача нам улыбалась несколько раз в течение всей этой жизни, потому что знаю много примеров своих друзей, которые играли музыку и потом просто перестали, и то, что мы играем, и вот на радио пришли. Это в этом есть доля везения. Вот Ксюша тоже к нам попала мистическим образом каким-то. Ну, в двух словах можно, Ксюша? Благодаря первому барабанщику я на самом деле попала. Рома, привет, если ты нас слушаешь, друг. Он меня просто привел в коллектив. Ну, потом так получилось, что он уже не стал с нами играть, а я осталась. Вот, и ребята застали мое первое образование, высшее, не имеющее отношения к музыке. А какое? Я пиарщик по первому образованию. Не работаешь по этому? Работаю, но сейчас уже на фрилансе, и все больше музыкой занимаюсь. А мне и нужно и фрилансером. Музыкой занимаюсь. Мы поговорим с вами после эфира об этом. Какая прелесть. Хорошо. Вот вопрос удачи, вопрос случая, ты понимаешь? На самом деле, я могу сказать, как это было немножко. Может, Рома не рассказал Ксюше до сих пор. Но мы там участвовали в прослушивании в институте и пели свои песни. А Ксения, как владетель хорошего вокала, была в жюри. И когда нас послушала, она сказала, что, ну, ребята, конечно, ничего, но поют. Но петь не надо. Вообще, да, не очень. И Рома, в общем, решил, что это нельзя так оставить, и нужно ее притащить в группу. И в итоге Рома нет, а Ксения до сих пор с нами. А, как интересно. То есть ты сначала этих ребят опустила чутка. Я такого не помню даже, если честно. Ну, сейчас ты можешь говорить все что угодно, безусловно. А потом пришла вместе с ними петь на бэк-вокале. Блестяще. А, кстати, так, наверное, и бывает. И не только на бэк. Так чаще всего... Да я уже знаю, да. Так чаще всего и бывает. Первые впечатления часто бывают обманчиво. Знаешь, как от любви до ненависти, от ненависти до любви буквально один шажочек получается в данном контексте. Давайте петь дальше. Что это будет? Что за песня? Это будет... Это будет... Песня под названием «Вот так». Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Акваланг». Погнали. Вот так. Наша жизнь стала тиши. Дом под тёплой крышей, простыни белизна. Вот так околдованным с нами, что останется с нами, что исчезнет без нас. Что за песня? Что за песня? У меня нет сил, чтобы забыть тебе. Чтобы забыть... У меня нет сил, чтобы забыть тебе. Чтобы забыть... Все так, как мы знали заранее, заходя в это здание, подбирая ключи. Все так, с радугой в сердце, ищу единоверцев, и я не излечит. У меня нет сил, чтобы забыть тебе. Чтобы забыть... У меня нет сил, чтобы забыть тебе. Чтобы забыть... Я не могу забыть тебе. Не могу забыть... Я не могу забыть тебе. Не могу забыть... Не могу забыть... Я не могу забыть тебе. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Красивую картинку с надписью Мамочки с праздником Всех матерей, зная матери Сегодня день матери оказывается Вот именно на этой песне Мамочки с праздником На этой песне он почему-то решил поздравить мамочек Видимо пробило человека Вот не могу забыть тебя и все Ну видать это действительно прям в десятку попадает Кто автор текста вот этой песни? Я А когда писал, о чем думал? Ну я могу рассказать Расскажи Но может быть интереснее будет не знать То есть это что-то личное? Нет, это не очень личное Но просто хорошо, когда люди Сами могут представить для себя Для чего эта песня Эта песня, она многозначная Специально так писалась Чтобы люди могли найти что-то свое в ней Но я могу рассказать про что-то Понятно, что каждый человек свое видит Я тебе скажу больше Каждый автор, когда пишет какой-либо драматург Например, это человек театральный, я знаю точно Когда пишет какую-то пиесу Он точно знает, о чем пишет А зритель понимает все по-своему И режиссер, который ставит эту пиесу Понимает ее тоже по-своему Но автор-то вкладывает в свое Мне интересно, о чем была эта песня А я сравнил, например, со своими ощущениями Ну, в общем, дело было летом Я был На таком Собрании, наверное, можно сказать Что-то вроде фестиваля И Там было так классно Я так сроднился с людьми, которые там были Были суперкомпании И я ощущал, как будто я в семью попал Ну, просто очень родные люди вокруг И происходили какие-то невероятные, прекрасные вещи И потом я уехал в город, в Москву Началась осень Пошли дожди И вот эти слова В самом начале о том, что Вроде все хорошо, есть дом Тепло Просто нечистое Несмотря на то, что мы там жили в лесу У костра себе делали еду Все были пропахшие дымом Вот, все равно я ощущаю себя Частью Своей компании, этих друзей И Ищу Что-то в этом роде дальше Ну, в общем, как-то так Для меня это так Ну, ты видишь, как интересно Не могу сказать, что мои ощущения Близки Тем, которые Это хорошо Конечно У каждого У каждого Свое в любом случае Но, тем не менее Когда Человек вот так вот С лету, с ходу Может быть, воспоминаниями своими Наполненные, переполненные эмоциями И чувствами Может сочинить текст Как быстро у тебя Как часто Сразу Сразу хочу На этот вопрос Когда он возникает Многие говорят Достаточно уже Банальные На самом деле слова А я текстов не сочиняю Они сами ко мне приходят Вот как-то так Раз из космос И спустилась Да, да, да Я знаю эту телегу А вот как к тебе? В общем Тут много можно чего сказать Это хороший очень вопрос Но в целом Раньше Сочинялись песни У меня Да, вот Я ждал снисхождения Какого-то на себя И пропускал через себя Записывал В какой-то момент понимал Что все вот кончилось И я не успел записать И нужно придумывать Теперь самому Какие-то три строчки Или две Которые туда не влезают Вот И в какой-то момент времени А именно вот этим же летом Когда я написал эту песню Я понял Это когда дым Когда чистые просто Да, да, да Но в целом В целом все То время Я понял, что Нельзя только полагаться На какое-то снисхождение Нужно самому тоже работать И вообще в целом Я могу порекомендовать Всем людям, которые пишут стихи Или сочиняют тексты Есть прекрасная статья Владимира Владимировича Маяковского Которая называется Как писать стихи По-моему она называется Вот И он Просто с убийственной точностью И Очень бескомпромиссно Раскладывает Процесс написания стиха С самого начала До самого конца С примерами И Там становится понятно Что это не только Снисхождение Но еще Очень серьезный труд Ну так Есть же даже Литинституты Где учат Ну да Не знаю Чему там учат Вот я тоже думаю Чему можно учить Писать стихи Но учат ведь Можно чему-то научить Ну то есть Не знаю Я видел такие стихи Когда видно Что человек его написал Потому что он знает Как писать стихи И типа его научили Но читать неинтересно Скажем такие стихи Есть такие стихи Когда у человека видно Что как-то прет внутренне Он не умеет Но чувствует Да Но как бы смотришь И ты понимаешь Что у тебя Не создаются ритмы какого-то Или вот этого кача Который должен быть И что-то нужно уметь И слова подбирать И как они звучат Должны друг с другом И иногда Нужно Вот как раз Когда я сочинял эту песню Я понял Что мне нельзя записать И все И выбросить И я подбирал И катал во рту Эти слова И менял их местами И придумывал И вот эту песню конкретно Это был как раз период Когда я первый раз Попробовал длинную Сочинять долго песню Не сразу Написал и положил А примерно два месяца Я ее катал во рту До тех пор Пока Она не показалась мне Вот видишь Когда я тебя спросил Идеально А какая была Собственно говоря История Ты сказал Да ну разве это интересно Мы с тобой уже Столько времени Разговариваем Вокруг этой песни И как много всего Интересного на самом деле Давай-ка дальше Поехали Что это будет дальше Ну мы наконец-то Ну не наконец-то Может Но перейдем Немножко к грустным Может быть Ну так Чуть-чуть Минорчику Погрустим Ну давай погрустим Погрустим Как будет называться Песня грустная Песня называется Исландская У вас тут недавно Играла группа Сахарный человек Ну как недавно Ну Наверное Уже достаточно давно Ну короче говоря Вот барабанщик Это группа Жен Это наш давний друг Старинный Мы с ним играли Долгое время И назвал ее Именно он Мы передаем ему привет Если он нас слушает Привет Жен Спасибо за название Песня Исландская Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Группа Акваланг Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Моя работа в том Чтобы заставить Бить источники Покрытые льдом Смотреть сквозь Осколок От бутылки На свет Искать метро Твой взгляд И улыбаться Как будто кто-то нажал перемотку вперед и ждет, когда закончится Диск 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 Так день за днём я мою песок В попытке найти несколько строк Каждый день, просыпаясь, убеждая, что спим Ищу труд возгнят среди прижавшихся спин И выход простой Искать цветные стёклышки в гальке морской И самому стать стеклом Чуть преломляет свет Искать цветные стёклышки в гальке Искать цветные стёклышки в гальке Искать цветные стёклышки в гальке Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, каждый раз, когда натыкаюсь на ваши песни в ротации Хорошо сказал, натыкаюсь У меня происходит ассоциация с Джет Ротал Но параллелей в музыке не нахожу, пишет он Скажите, имеет ли отношение ваше название к этой группе? Ну и вообще, какую музыку слушали, слушают участники группы? Кто-то может сказать о каком-то влиянии, оказанном другими группами Так Сразу, чтобы отсечь вопрос такой А что, уже был? Постоянно, конечно Могу сказать, что когда появилось наше название Мы даже слыхом не свыхивали про группу Джет Ротал То есть ты в этом легко признаешься, что вы были настолько необразованными Конечно, мы вообще были молодые, глупые И даже не умели играть на музыкальных инструментах совсем А это я уже понял, договорили уже Так что, это простительно То есть вы отмазываетесь очень просто Откричиваетесь Мы не знали о том, что такая группа есть Все Но теперь, когда знаете И когда эти ассоциации у людей тоже появляются По-моему, гордиться нужно Если вас начинают не то, чтобы сравнивать А как-то по ассоциативному ряду раскладывать Джет Ротал, нифига себе Они же по названию только сравнивают Они по музыке Так что, не знаю, стоит ли тут гордиться Обиженно сказал Нет, по-моему, нет Люди спрашивают про диски В принципе, диски на физическом носителе-то они есть? Есть, есть, есть Два последних альбома есть на физических носителях Там отличная полиграфия Очень классная иллюстрация Наша подруга, художница из Белгорода Рисовал нам последний альбом А предыдущий альбом Витя сделал витраж своими руками Из стекла и свинца Не знаю, что там еще, чем он заливал И мы его отфотографировали Короче, диски есть на физических носителях Они классные Ну и где их можно приобрести, если диски есть? На нашем сайте есть контакты на почту Можно зайти в группу ВКонтакте Обратиться к кому-нибудь из администраторов И мы пересылаем их даже почтой в другие города А на концерте? На концерте, конечно Так, и когда же ближайший концерт? У нас два концерта намечаются в ближайшее совсем время Во-первых, но не в основных Завтра будет сборный концерт в клубе Археология Мы там сыграем, наверное, минут 40 примерно Это клуб Археология на Красносельской Там будут еще играть группы Выдра Дэн Назгул, по-моему, там будет Молотов Ну, в общем, большой сборный концерт Там друзья наши, мой друг старый Делают небольшой фестивальчик такой И мы туда приглашены Вот, а еще у нас будет на следующей неделе Большой сольный концерт В клубе Массолит в четверг Вход за столько, за сколько вы хотите Сколько кто даст, то есть и даст Мы будем играть много-много песен Это 3 декабря 3 декабря, да, клуб Массолит на Таганке И там уже не 40 минут Там уже 45 уже Нет, нет, нет Там, думаю, часа полтора поиграем Вот хорошо А часто ли концерты у вас бывают вообще? Когда как? Грустно сказал, понятно В общем, надо усовершенствовать эту линию Надо как-то заниматься тем, чтобы давать концерт Ну, это не вам Это надо заниматься тем людям, которые, собственно, умеют это делать Организаторы Да, я плохо это умею делать Я уже заметил У вас нет ни директора, ни администратора, как я понимаю Ну, как бы Получить обязанности В общем, на меня возложили обязанности директора Хотя я долго пытался от них открещиваться Но я исполняю обязанности директора Я сейчас сижу и думаю, что вам сказать по этому Как директору или как солисту? Как директор ты не очень Мягко скажем Если концертов нет, так отдай кому-нибудь уже Найди кого-нибудь Нельзя так расстраиваться Короче, чуваки Объявление Мы сейчас на радио Нам нужен охренительный директор Мы готовы вообще ездить далеко Играть много музыки Писать альбомы Если, значит, кто-то там есть То приходите Но я могу сказать, что у нас был травмирующий опыт с директором Один травмирующий? Один травмирующий опыт Нам хватило Всего один Я тебе скажу Для того, чтобы найти хорошего директора Можно перетерпеть и восемь травмирующих опытов А потом, будучи почти инвалидом Все-таки получить свое Ты понимаешь, когда группе уже больше 10 лет Пора выползать В группу-то хорошая И музыка у вас замечательная Пора выползать уже в некую Из андеграунда В некую известность Вот, например, Юлия Усова что пишет? Замечательные слова, кстати Музыка акваланга совершенно не создана для безвестности или андеграунда Да, я тоже так считаю Популярная музыка Неглупая и понятная Красивая в классическом понимании красоты Без надрыва и ухищрений Некоторые из уже прозвучавших сегодня песен Так и представляются на каком-то весеннем праздничном концерте Исполненными Это совершенно и правда А директор? А ты не директор Ты не директор Ты сочинитель Ты творческая личность Ты вокалист Какой нафиг директор? Нельзя совмещать две совершенно противоположные профессии Там расчеты всяческие, прагматические А тут душа Надо кого-то искать В общем, я сейчас подключаюсь к словам Андрея Уважаемые Если есть кто-то свободный На ближайшие пять лет Ну, в данном случае я имею в виду администратор, промоутер, директор Да вы как-то обратитесь Мы найдем возможность связать вас с этим чудным коллективом Я думаю, что вы на нем А эти люди только такой язык понимают Бабла скосите И ребятам поможете как-то продвинуться Как-то так вырасти Как-то так уже наконец-то бы их заметили широкие круги Надо петь, закрывать этот час чем-то ярким желательно Что это будет? Скажи, пожалуйста Ну, не очень длинным желательно Минутки на три Есть такое? Ну да, давайте Может, она не суперяркая, но зато особенная Это что за песня? Как называется? Называется по имени Как всегда, живой звук в программе живые Мы после этой песни уйдем на небольшую паузу После чего еще на целый час вернемся в студию Акваланг здесь сегодня Погнали Время от времени Меня кто-то зовет по имени Сердце все в пламени Кто-то шепчет Спаси меня Это поле не пахано Зерна давно не сеяны Дрыжу от страха Но приду Будьте уверены Через леса Через полнота Топки вокруг голоса Зовут свернуть стропки Через леса Через полнота Топки вокруг голоса Зовут свернуть стропки Где, где среди них Что зовет по имени Меня не свернуть Ты только зови меня Только зови меня Ты только зови меня По имени Ты только зови меня Только зови меня Ты только зови меня по имени Где среди них то, что зовет по имени Я не сырну Ты только зови меня Ну что ж, давайте продолжим. Напомню, сегодня в программе «Живые» на своем группа «Кваланг» и пауза была долгой, посему стоило бы начать с песни. Но не простой песни. Это песня, которую знает, естественно, аудитория, любит ее. Я уже знаю, что это будет именно она. Название мы не говорим, вы сами все поймете, сами все узнаете. Убежден, что ошибок не будет. 4647, на всякий случай, это смс-портал, коротенький номер. Сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже все ваши соображения. Это и вопросы, и эмоции, и впечатления. Ну, в общем, все, что хотите, все, что на душе лежит. Готовы? Я надеюсь. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День за днём я пишу свои сны в тетрадь. День за днём я сжигаю ее листы. Все, что мне нужно знать, это ты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Змешlessness У меня есть несколько знакомых Ты что-то все хохочешь. Ну потому, что они смешные, немножко. Нет, ну, С esimerk amis, они-то относятся к этому всему серьезно. Да, это как раз и смешно. Вот ты сейчас их и обидишь тем, что... Ну ладно, нет-нет, это очень круто. Мне кажется, что, ну, если люди без дураков себя Богу посвятили, то, ну, я считаю лично, что это круто. На самом деле, для многих наших поклонников, да, и для нас, в общем, В общем, в определенные моменты существования коллектива были популярны какие-то такие эзотерические направления, в частности, интересные. Я вот, например, была пиар-менеджером в Центре Айрведы и Йоги аж два с половиной года. Я думаю, что тоже это повлияло как-то на нас, на всех. Ну, ты же работой там занималась, а не религией, на самом деле, правильно? Естественно. Или нужно было погружаться все-таки и в эту сторону? Нет, ну, как сказать, я сначала начала йогой заниматься, на самом деле, а потом уже пришла в пиар этого же самого. Ну, понятно, песня-то, народ что пишет сразу, как только пошла, ну, вау, океан, супер, ну и так далее. И вот, например, Сергей Малявин, в некоторых песнях у них идет отсылка к ведической культуре, и они выступали в вегетарианской, видимо, вегетарианский центр, имеется в виду, вопрос с языка снял, Семен. Что такое вегетарианский центр? А, это был у нас концерт в Джаганате, на самом деле, вот таким образом, моя работа мне иногда помогала. Вот, просто совершенно по другому поводу общались мы с организаторами, зашло слово за слово, казалось, что можно там выступить. Ну, вот, в общем, мы и выступили, не отказались. Ну, и как это повлияло на коллектив, как это повлияло на творчество? Выступление? Нет, не просто выступление, а именно в вегетарианский концерт. Ведическая культура? Конечно, да. Ну, не уверен, что очень сильно повлияло. Робко сказать. Ты просто не знаешь об этом. Да, да, но я просто, может, боюсь, может, кто-то нас слушает только потому, что ему кажется, что мы ведические чуваки. На самом деле, вот, если вы вспомните песню, которую Ксюша пела перед перерывом. Да, очень красиво. Наши друзья-кришнаиты из города Ижевска, которому мы передаем привет тоже, сказали, какая классная песня. Это же песня, ну, про Кришну. Мы такие, да. Да? Вот, да, да. Да. Так и было. Но они говорят, ну, у нас, типа, в традиции принято призывать Бога по имени. Они же поют, это Харе Кришна, Харе Кришна. И как бы ты зовешь Бога по имени. И эта песня как бы поется от имени Кришны, который ждет, что его кто-то позовет. И он снизойдет к кому-то. Так что, да, да, у нас все ведическое вообще. Ну, я, кстати, не мог сказать об этом, потому что мы уже уходили на паузу после этой песни. Но когда Ксения петь стала, ну, в общем, эта песня зазвучала, я вдруг понял, почему она, будучи членом жюри, по поводу вокала в вашей группе, тогда сказала все, что сказала. Вокал потрясающий. Спасибо большое. Вокал потрясающий. Тебе спасибо, нам-то за что. Мы-то тут дома, это вы в гостях, а вы показываете себя. Давайте-ка дальше будем. Нет, это не значит, что у тебя плохой вокал. Да, да. Ты расстроился, смотри. Камень в мой огород. Да, боже упаси. Нет, во-первых, мы с Андрюшей занимались. Боже упаси. Потом я его сдала своему педагогу, он сейчас занимается. Поэтому вы не сравнивайте, да, сейчас кто-то может послушать, сказать, да нормально, парень поет, что она придиралась вообще. Андрюша пел по-другому. Сейчас он гораздо лучше, и он старается. Спасибо, Ксюша. Так, а какая будет следующая песня? Сос, сос, сос. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня Акваланг. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дай мне знак, знак, знак Сдать ли мне в руки флаг Или в лотосе всем желтый плак Мне, мне, мне Разницы нет, нет, нет На щите или на коне Лишь бы и в центре, а не в стороне На щите и на коне Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Так, 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 дай мне знак, знак, знак Взять ли мне в руки флаг или в лотосе всем желанок благ Мне, мне, мне разницы нет, нет, нет На щите или на коне, лишь бы в центре, а не в стороне Субтитры сделал DimaTorzok Ну, с премьерой Ты же сказал, что это премьера, соответственно, будем считать, мы присутствовали действительно при премьере песни Это одна из тех двух, которые выйдут в сингли Кстати, что касается синглов, что касается новых альбомов, какие планы? Потому что три альбома уже есть, и это мало На мой взгляд, за такой период существования нужно писать больше Ну, вообще, если за весь период существования, за 10 лет там, наверное, сколько? Шесть с нулевым Шесть, как минимум шесть Да, да, еще разные, разные записи Но мы очень любим писать альбомы Нам нравится записывать музыку И из-за того, что мы с этого начинали И делали в довольно свободной форме Один раз у нас был опыт такой, что мы попробовали записать альбом Вот прям в таком звучании, как мы играем на концертах Предыдущий был на земле, назывался Но он классный получился, но нам не хватало таких возможностей Когда ты сидишь в студии или дома И берешь любые инструменты какие-то, накладываешь И понимаешь, что здесь нужны табла И ты звонишь чуваку, говоришь, нам нужны здесь таблы Он приезжает, играет на таблах Ну и, в общем, все что угодно может происходить Диме хот-догу мы можем позвонить Сказать, Дима, сыграем на контрабасе Он приедет, сыграет Вот в простых словах, кстати В этой песне Дима Архипов хот-дог играет как раз на контрабасе А Федя играет на барабанах Вот, так что мы любим студийную работу И, ну, для того, чтобы писать следующий альбом Нужно, чтобы достаточно масса песен появилась Оформилось в единое что-то Пока что такого нет, но проклевывается Проклевывается, ну что, единое что-то? Что-то, что-то новые какие-то ростки чувствуются, идут И, наверное, они как-то друг с другом сходятся Все сплетаются И, наверное, что-то из этого выйдет масштабно Да, мы сейчас экспериментируем активно с рифовой музыкой Это я всех заразила на фоне джаза Которым я занимаюсь Ты занимаешься им для себя? Или профессионально как-то, может быть, в каком коллективе еще играешь? Ну, я работала в коллективе Real Jam Вот, пока сейчас я нигде Я планирую сольник Но, в общем, это еще пока не скорая история, к сожалению Надо сначала учебу закончить Вот, и джазу можно учиться всю жизнь, понятно? Это да Вот я и хотел сказать, учебу ты не закончишь никогда Я знаю, нет, у меня уже и планы есть Дальнейшим по развитию на несколько лет вперед Вот, ну, в частности, я экспериментирую в акваланге И ребята откликаются с удовольствием Вот Женя у нас появился Он сразу меня понял с полуслова И, кстати говоря Ну, и что у него истрадно-джазовое отделение, конечно Вот, вот И я очень-очень обрадовалась, потому что с некоторыми романщиками Когда я говорила Ты можешь свинговать здесь? Что? Что делать? Вот, у нас даже есть две новые вещи Ну, одна старая просто в новой обработке, скажем так И одна новая вещь, которая как раз построена на рифах И, скажем, можно назвать их приджазованными, наверное А вы сегодня будете их играть? А вот как раз следующая песня, которую мы будем играть Одна из них Вот, отлично, что мы заговорили об этом как раз вовремя Правда, Казаков сейчас маленько так в растерянности Не понимает, о чем идет речь Хоть подскажите парню, что играть-то? Медведи Все, он понял Вот Влад Акимов здесь в группе ВКонтакте пишет Говорят, честно, с группой Акваланг до этого эфира был не знаком Пришел сейчас с работы с унылым настроением А тут такая песня И все, плохого настроения как не бывало Спасибо На группе вы не дали мне уснуть в плохом настроении Вот, что делает музыка Вот, что делает качественная группа Вот, что делают они с людьми С людьми, я бы так же так сказал Как будет называться следующая песня? Следующая песня Абсолютно новая премьера Не слышал еще пока что никто Ни на концертах, ни в записи Песня называется Медведи и волки Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Акваланг Готовы? И на всякий случай Поехали Я не желаю Болезные, хрупкие, как ваза Внутри меня бездны Невидимые глазом Разбито стекло Разлетелись осколки Проснулись Медведи и волки И волки Сто тысяч лет в пещере Не прошли даром Когда степь до горизонта Охвачена пожаром От культурного слоя Немного толка Проснулись Медведи и волки Готово! 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 Субтитры подогнал «Симон» Помогут книги, не справятся таблетки Волки и медведи выбираются из клетки К спокойной жизни сразу пропадает интерес Мы отправляемся, мы отправляемся «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что музыканты должны экспериментировать Не должны стоять на месте Как минимум не должны идти одной портаренной тропой Потому что эта тропа в конце концов приводит к тупику И дальше, когда уже ты сыграл все Ну если рок-н-ролл, да Сыграл уже все возможные рифы Уже уперся в стенку А что дальше? И дальше твои поклонники Когда ты вдруг неожиданно для всех Отвыка электроники добавим Вот ты пишешь альбом с электроникой Добавляя это все И тебя поклонники проклинают И посылают как можно дальше Причем очень невидимыми словами, надо сказать Малокультурными выражениями Потому что они привыкли А ты уже сдвинуться с места не можешь А вы экспериментируете, это клево А кто, кстати, является, скажем, основным толчком, что ли Для экспериментов в коллективе КВА? Кто больше всего предлагает разных А, я понял Не знаю Ксения, да? Ну она такую улыбнулась Я мучаю всех, мне кажется Нет, нет, нет На самом деле много всяких происходит вещей Ребята во многом участвуют Но в целом, как бы, у нас атмосфера сама в группе достаточно свободная Музыкальная Если я прихожу Ну и раньше было Я прихожу с песней Говорю, чуваки, смотрите, какую я песню сочинил И все так меня слушают И как я вот, я аккордики перебираю Ну надо как-то это концептуализировать Говорили Мне у нас прямо было слово такое Надо эту песню концептуализировать Это значит, что нужно все вообще разобрать на куски Собрать в совершенно другом порядке Поменять строчки местами Изменить все вообще И у нас в группе постоянно происходит такое Что какие-то предложения возникают И мы ухватываемся на них О, классная тема И были вещи, которые Витя предлагает Он играет какой-то риф, мы начинаем его обыгрывать Булат Тем более, например, Булат сейчас играет на Уде И он к нам привносит разные восточные темы Можно чуть подробнее, Булат? Уде, Уде, Уди Это что? Да-да Есть такой инструмент, называется УД или Аль-УД УД? Да, это на самом деле прародитель всех современных лютин, гитар и прочее Это ближневосточный инструмент Как он выглядит-то? Персидский Это такая лютня безладовая Современная она 11-струнная И вполне себе живой как бы инструмент На нем очень много Он очень популярен на Ближнем Востоке В Иране, Ираке А, ну я кажется, знаю его звук в таком случае Да-да-да Вот это вот И вот мне интересно То есть я изучаю Вроде как я играю на лютне Да, но из-за этого обогащается моя гитарная Как бы гитарная техника То есть она становится необычной Там другая настройка Чем на гитаре совсем Вот А использовать ее для записи будешь? Ну, довольно сложно Вообще-то говоря В такой музыке использовать Ну и мало ли Вдруг у вас такие эксперименты будут Ну, вообще мы планируем Конечно, будем Конечно, будем Булат, что ты вообще Как можно прямо Ну, вот, например, пользуясь случаем Завтра мы делаем сольный концерт На трех удах будем играть Ближневосточную музыку Как завтра? Это не группа Акваланга А вот я и мои коллеги Подожди, у вас же завтра, как я понимаю Когда тут? А потом Ну, сначала мы Сначала ты с Аквалангом Нет, сначала Сначала мы играем С уними? Да, арабскую музыку Потом Там же? Нет, я еду в другое место Вдруг Что мы, как-то у вас так Ну, вот Да, так бывает Не, ну, оно бывает А пробки московские А всякая вот эта неразбериха Здесь можно опаздывать Нет, в субботу Там места довольно недалеко Вообще-то я тоже Чего? Опасаюсь Вот этих вещей Да, да, да Ну, круто, что Здорово, когда люди Музыканты, творческие люди Не стоят на месте Ищут какие-то новые Для себя реализации Да, я считаю, что Не важно Какой музыкой Но Действующий музыкант Он, как бы, должен В чем-то совершенствоваться В музыкальном плане Не обязательно в том, что Что он делает профессионально Да, но Профиль Да, не обязательно в профиле В своем Но В чем-то он должен развиваться Заниматься Там И так далее Иначе Иначе просто Свежие идеи Они Приходят Часто Из Тех занятий Да Согласен Согласен Надо о концерте напомнить Давай на всех случаях напомню Так, о концертах Давай Итак На следующей неделе У нас в четверг Большой сольный концерт Клуб Массолит Начало в 20.00 Массолит находится на Таганке Вход за столько За сколько вы хотите Будем рады вас Певать песнями Приезжайте А также Завтра Акваланг Сыграет полчасика Минут сорок С нашими друзьями В клубе археология Что на Красносельской Вход какой-то там есть Тристо рублей Да Слушай-ка А вот Когда вы говорите Что вход столько Сколько дадут А вы уже пробовали Подобного Ну мы пробовали такое Вот например В Джаганате Мы играли Неплохо Вышло То есть получается Это даже лучше Чем если бы Ну вот В Джаганате Получилось хорошо Может это от места зависит Но в целом Как бы это была Просьба клуба сделать Вход Ты не знаешь Минимум Сколько бросали Я знаю Да Сколько В Джаганате В Джаганате В коробке с деньгами Лежала одна Пятитысячная купюра Возможно 20 человек пришло И кинули пятитысячную Ну 20 человек там не было Я понимаю Просто интересно Как бы правильно сказать Под такого рода Эксперименты Люди иногда позволяют себе Ну мягко скажем Не совсем корректные вещи Человек придет Рубль бросит Ну сказали же Что сколько хотите Столько можете Столько и дайте А вроде как С одной стороны Вроде бы он позволил А мог бы и бесплатно вообще Пройти Лучше бесплатно На мой взгляд Чем вот так Но вот Результаты этого всего Каков Я имею ввиду В общем По разному По разному бывает Разные условия Но в данном случае В Москве Мне лично казалось Что лучше Стоило бы сделать Платный вход Например со скидками Для друзей Для прочих Кого-то провести бесплатно Кто совсем безденежный Нормальная история Но например Такие вещи Как платить сколько захочешь Они могут сработать Если мы приезжаем В какое-нибудь новое место Где нас особо никто не знает Но тут Вроде как Московская группа И ты можешь прийти послушать Ну кто-то придет заплатит Кто-то не заплатит То есть когда Нужно больше публики Можно сделать Поменьше билеты Когда ты уверен В том что у тебя Есть какая-то аудитория Придет То можно уже Какое-то Ну вообще Конечно Как фронтмен Я не должен В таких материях Разговаривать Да Ну ты же директор еще Да Исполняющий обязанности Я же об этом помню От имени Исполняющего обязанности Директора Я произнес эту речь А то На самом деле Мне недавно написали Типа вконтакте Вот ты стоишь на сцене Говоришь Вот берите наши диски Там И как-то становится Не по себе Этот чувак пел Такие вдохновенные песни Красивые И тут Бац И говорит Покупай Продавай Давай наверное Вот дальше Без покупай Продавай Что-нибудь споем Да Потому как времечко уходит А еще впереди Минимум три песни И их надо успеть Сегодня исполнить Напомню Сегодня в программе Живые группа Акваланг И ваши эмоции Все ваши вопросы Переживания Возможно Может быть какие-то Пожелания коллектива Пишите пожалуйста Мы все это выискиваем Высматриваем Во всех топиках Всюду И в чатах в том числе И в группе вконтакте А как часто Акваланг репетирует Очень все цельно звучит Сыгранность музыкантов Поражает Пишет Максим Зверев Часто репетируете? Спасибо за ваше мнение На самом деле Буквально месяц назад Мы встретились с Женей И вообще У меня отлегло от сердца Женя умеет Это барабанщик Да Отлегло от сердца Впервые Не знаю За год предыдущий И Он Прекрасно играет На барабанах Очень классно Очень круто Въезжает в тему Но как вы понимаете За месяц Мы не очень много Репетировали Хотя понимали Что будут концерты Будет радио Мы старались Ну нет Ну все Народ отмечает Все в порядке Как называется Следующая песня? Следующая песня Называется Камни Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Акваланг Поехали Камни Камни говорят Тем, кто готов Слышать Их я разделил Последних лет На дворных Никто не скажет Деревьям Где солнечный свет Но они тянутся Вверх И я тянусь им вслед Как снега Ждут опавшие листья Я жду тебя Я жду тебя Как художника Ждут краски И кисти Я жду тебя Я жду тебя Я жду тебя Я жду тебя Осенний прибой Разрушит пляж Дождь хлещет В доме С этажа На этаж Я прошу тебя Вода Уложи меня На дно Ветер С гор Распахни окно Не могут быть рекою Камни в реке Но я готов быть с тобою Рука в руке Я готов быть с тобою Как с матерью плод Я готов быть с тобою Как с паводком лед Я готов быть с тобою Как камень в скале Я готов быть с тобою Как пуля в стволе Как белая бумага Ждет строчек Я жду тебя Я жду тебя Как звезды ждут безоблачной ночи Я жду тебя 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 Как художника ждут краски и кисти Я жду тебя Я жду тебя Как белая бумага ждет строчек Я жду тебя Я жду тебя Как звезды ждут безоблачной ночи Так и я Я жду тебя Я жду тебя Я жду тебя И самое главное Входить в образ Ксения успевает быстро И выходит медленно Да, вышла из-за клавиш Пока еще находясь в том состоянии В котором пела эту песню Ребятки, ну мне очень радостно От того, что Отзывы, которые есть Эти отзывы исключительно положительные Вот сидят свои Слушают и фрисоны Ну то есть Фрисоны это термин Который обозначает Мурашек на коже От прослушивания музыки Мы это тоже узнали недавно А теперь вся аудитория Блещет вот этим Французским словечком Значит, сидят Слушают свои И фрисоны То есть мураши большие Бегают по их телу от музыки Ах, как же это вкусно сегодня Вот просто спасибо Аквалангистам За роскошный вечер Премьера удалась Пишет Константин Двердый Например Два часа пролетели Как один миг Эта группа теперь прочно Засядет в мой плейлист Уважаемый музыкантом Всех благ и творческого роста Ну, потом прочитаете все это Вот это все же там В переписке Я ничего же от вас не скрываю Это значит, что Есть у вас потенциально Еще аудитория Для увеличения Ваших поклонников Соответственно Концерты ваши Надеюсь будут посещаться Большим количеством людей В общем, к этому все И должно было свестись Кстати, хочу сказать Что тут вот в стоечке Такая штука есть Держалка Там медиаторы Да, с логотипчиком С логотипчиком своего радио Можете себе на память забрать А делает это для нас Guitar Pix Вот баннерочек висит там Где барабанная установка По Sennheiser Медиаторы С вашим логотипом На заказ Это я сейчас говорю Не только вам Как музыкантам Но и тем Другим музыкантам Возможно, кому это понадобится Если что, обращайтесь Наведем вас на точный адрес Этой замечательной компании Эта замечательная контора Медиаторы, кстати, очень качественные Между прочим Есть потолще, есть потолще Там 0,8, единичка А чего? Попробуем Как раз Ну так, а чё ж не попробую Выбирай для себя Особенно, я думаю, Ксения Это полезно для Ксении Я возьму обязательно Да, конечно Мне очень нравится Я как пиарщик Всё равно не могу пройти Мимо никакой продукции С логотипами До сих пор Вот, хорошо Особенно он тебе пригодится При игре на клавишном инструменте Да Очень полезное Что-то новое, я думаю, изобретём Жень, что-то не ломанулся Ну, потом выйдешь, возьмёшь На память Да Как одну? Почему одну? Может быть, две успеем? Почему нет? Может быть, успеем Ну, давай тогда играть Я так понимаю, что ты намекаешь Что пора играть Я думаю, да Время поджимает А что это будет? Думаешь? Ну, давайте, да Если не я, сыграем Хорошо Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Акваланг Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Кто протрёт мои окна от сажи Если не я Если не я Если не я Если не я, если не я, если не я. Без кого ночи бессонны, Кто растопит сомненья льды? Кто мне вложит в руки ладоней, Если не ты? Если не ты, если не ты. 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 Боже правый, прости нас За царство бесконечной зимы. Кто возьмет в свои руки послушную глину? Если не мы, если не мы. 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 Если не мы. Если не мы, если не мы. Если не мы, если не мы. Мы, если не мы. Если не мы, если мы. Если не мы. Если не мы, если мы. Мы, если не мы. Мы. Ну, собственно, вот у нас осталось Все время на одну песенку И все, надо будет прощаться В два часа прилетели в одно мгновение Хочу сообщить, что сегодня, собственно, пятница Да, заканчивается рабочая неделя И следующая неделя, начало декабря Первая неделя декабря Уверяю вас, не буду никак раскрывать пока секретиков Потому что анонс вы увидите скоро Во всех возможных источниках В наших соцсетях Но неделя следующая обещает Обещает быть невероятно горячей Драйвовой и очень-очень громкой Поэтому рекомендую к этому прислушаться сразу Ребята, нам надо петь финальную песню Как она будет называться? Вы пока что решаете для себя, что это будет? Да, это, пожалуй, будет бонусная песня Бонусная? В каком смысле бонусная? В том плане, что... Для Жени, которая не знает, как ее играть Нет, нет, нет Ну, мы ее играли Но мы специально не готовили для сегодняшнего эфира Ну, раз так здорово все идет И время незаметно летит У нас, кстати, часто нам на концерте такое говорят Что, а что, вы уже все, что ли? Мы говорим, да мы полтора часа тут уже Все на сцене прыгаем Так что, да, это характерно Ну, мы сыграем песню Она как раз тоже планируется на сингл Называется «Главная» Ну, собственно, этой песней мы и закроем сегодняшний эфир Спасибо огромной группе «Акваланг» За то, что побывали сегодня в живых И ознакомили со своим творчеством Аудиторию своего радио Всем пока, до понедельника Всем спасибо Пай-пай, погнали Я задержался в городе Только на пару дней Почувствовать холод у моря Жар раскаленных камней Кожа загорелая В каплях морской воды Но я не забуду, главное Есть только я и ты Лето закончится с осенью С крышкой течет вода Будут снега и стужи Но тоже не навсегда Там шерстяные одеяла Не думая ни о чем Но я не забуду, главное Ты за моим плечом Я не забуду, главное Ты за моим плечом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В нашей пустой квартире За руки тебя возьму Ты щелкаешь Выключателем И все погрузится во тьму Кажется, в целом мире Никого больше нет Ты никуда не исчезнешь Ты лишь погасила свет Ты никуда не исчезнешь Ты лишь погасила свет Субтитры сделал DimaTorzok